Издательство Эксмо. Геннадий Кибардин. Активное долголетие. От автора. С вопросами активного долголетия человека я столкнулся около 15 лет назад, когда в качестве психолога работал в отделении социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов в одном из московских центров социального обслуживания населения. Для удобства проведения занятий всех желающих приглашали в просторную комнату, где могли свободно разместиться до 30 человек. На занятиях мы учились снимать головную боль, массируя пальцы рук. Изучали методы быстрого расслабления сознания и тела, например, при помощи смехотерапии. Пенсионеры читали свои стихи, местный художник рассказывал о красоте творения картин. Пели песни, смеялись, помогая одиноким людям ощутить себя частью коллектива, где умеют радоваться жизни. Для лучшего усвоения информации на занятиях всем желающим выдавали краткую распечатку содержания наиболее важных тем. Прошло время, и занятия по проекту «Активное долголетие в России» стали набирать обороты. В Москве проект «Активное долголетие» запустили в 2018 году. Его цель – помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни. Согласно этому проекту, в Москве пожилые люди имеют право обратиться в ближайший центр социального обслуживания, чтобы посещать кружки по интересам. В рамках проекта московским пенсионерам предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других похожих организациях. В 2020 году меня пригласили как опытного психолога два раза в неделю проводить занятия в клубе «Активное долголетие» в городе Люберцы. По мере проведения наших занятий росло и количество желающих присутствовать на них, однако жизнь внесла свои коррективы. В связи с общим ростом в России числа заболевших коронавирусом, групповые занятия клуба «Активное долголетие» были приостановлены до лучших времен. В данной аудиокниге вашему вниманию предлагается набор простых, но эффективных упражнений с подробными разъяснениями к ним, основанной на опыте, полученном во время занятий в клубе «Активное долголетие». Если в будущем вы почувствуете, что вам сложно посещать групповые занятия в силу различных причин, то данная книга станет отличным подспорьем для проведения занятий в домашних условиях. Кстати, из общего числа рекомендованных упражнений выберите одно-два, которые вам подходят лучше всего. Через некоторое время активных занятий можно использовать другие упражнения. Главное, в ваших занятиях выполняйте те упражнения, которые доставляют удовольствие и помогают чувствовать себя активными и здоровыми. Желаю приятных занятий, здоровья и долгих лет жизни. Введение По определению Всемирной организации здравоохранения, активное долголетие – это процесс оптимизации возможностей человека с целью обеспечения его здоровья и повышения качества жизни в процессе старения. То есть, активное долголетие подразумевает не просто желание долго жить, а еще вести активный образ жизни, быть бодрым и востребованным в обществе. В целом, по России, проект «Активное долголетие» предусматривает решение следующих основных задач. Сохранение здоровья пожилых людей, обучение современным информационным технологиям, переподготовка и создание условий для самозанятости, досуг и волонтерства, социальное обслуживание. Итак, основными приоритетами в системе активное долголетие являются здоровье людей старшего возраста и их активное участие в жизни общества. Находясь среди людей старшего возраста, можно заметить, что одни из них тратят жизненную силу на жалость к себе, другие же следят за своим умом и телом, используют любую возможность, чтобы проявить активность. Людям среднего возраста для успешного перехода через несколько лет на ступеньку активного долголетия рекомендуется 1. Исключить из своей жизни стрессы. Стресс – это тихий убийца, провоцирующий такие проблемы со здоровьем, как заболевание сердца, астма, диабет, депрессия и прочее. 2. Нормализовать свое питание. В молодости мы не особенно внимательно следим за питанием, некогда тратить на это время, у нас много дел, мы и так здоровы. 3. Однако с возрастом многое меняется. Организм все чаще не прощает нарушения в режиме питания, поэтому начните включать в свой рацион необработанные, натуральные и свежие продукты, в том числе фрукты и овощи, постное мясо, цельнозерновые продукты, полезные жиры и прочее. В среднем возрасте сделайте здоровое питание нормой своей жизни, и тогда в старость вы шагнете здоровым и бодрым человеком. 3. Бросьте курить. Табачный дым разрушает бронхи и легкие, отравляет организм, изнашивает сосуды и уменьшает продолжительность жизни. 4. Нормализуйте сон. Старайтесь спать примерно 7-8 часов в сутки, по возможности ложитесь и вставайте в одно и то же время. 5. Не злоупотребляйте алкоголем. Как говорится, без комментариев. 6. Заведите домашнего питомца. Наличие кошки или собаки, исходя из ваших предпочтений и возможностей, создает в доме психологический комфорт и продлевает жизнь хозяина на несколько лет. 7. Владельцы домашних животных меньше страдают от депрессии, у них более здоровая сердечно-сосудистая система и оптимальное артериальное давление. Кроме того, уход за питомцем, прогулки и выход из дома в магазин за питанием для собаки или кошки – это тоже проявление физической активности и возможность в очередной раз побывать на свежем воздухе, что с возрастом особенно важно для поддержания здоровья. 7. Сохраняйте физическую активность. Она позволяет сохранить состояние мышечной массы тела, укрепляет кости и суставы. Доступная и приятная форма физических упражнений гораздо полезнее длительного лежания на диване, созерцанием потолка или многочасовых просмотров захватывающих телесериалов. 8. Помогайте себе сохранить ясность и гибкость ума. Хотите жить долго? Тогда ваше мышление должно быть активным. Осваивайте компьютер, обретите навыки работы с цифровой средой, посещайте занятия по иностранным языкам, старайтесь всегда учиться чему-то новому. 9. Сохраняйте активность в общественной жизни, помогайте другим. Люди, которые чувствуют свою нужность и востребованность, живут гораздо дольше одиночек. Если вы в силах кому-то помочь, действуйте, это приумножит ваши силы и позволит ощутить себя нужным и счастливым человеком. А счастливые люди живут дольше тех, кто вечно всем недоволен. 10. Станьте оптимистом. Смотрите в свое будущее с оптимизмом, будьте активным и позитивным человеком. Это улучшает самочувствие, дает силы и желание жить дольше. Немного старения человека. Прежде чем перейти к знакомству с методами активного долголетия, уточним информацию о старении человека. Вы еще ребенок. В детстве ребенок очень зависим от внешнего мира. Ему требуется постоянное внимание и защита со стороны родителей, которые следят за правильным питанием, гуляют с ним на свежем воздухе, наблюдают за физическими занятиями и общим развитием. Делается это для того, чтобы ребенок вырос здоровым и образованным. Вам только 25 лет. Постепенно дети вырастают, становятся самостоятельными. К 25 годам человек находится на пике своих физических возможностей. Наступает возраст зрелости и здоровья. Как правило, он длится примерно до 40 лет. Вам еще нет 40 лет. В этом возрасте человек иногда болеет, но легко справляется с заболеваниями. Однако в свои 40 лет мы все еще мало следим за тем, чем питаемся, как работаем и где спим. В таком возрасте вполне хватает жизненных сил, чтобы быстро восстанавливать здоровье и хорошее самочувствие. Вам уже за 40 лет. После 40 лет начинает незаметно подкрадываться нарастающая усталость. Растет утомляемость и уменьшается сопротивляемость организма стрессом. Становится труднее не спать ночь напролет, ночные прогулки до рассвета, зависание в компьютере за игрой до утра и прочее. Появляется желание навести порядок в режиме питания, а иногда начать следовать диетам. Именно в это время в организме человека появляются первые необратимые изменения. Падает острота зрения, начинаются проблемы с памятью, на теле предательски проявляется, пока еще местное, увядание кожи и так далее. Для сознания человека это чисто внешние проявления возраста. Вам 50 лет. После 50 лет в организме начинают формироваться первые внутренние предпосылки к заболеваниям и болезням. Повышается риск сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, наблюдается склонность к диабету, просыпаются другие проблемы, которые могут укоротить жизненный век. Вам еще только 60 лет. К 60 годам наш организм претерпевает существенные изменения как внешние, так и внутренние. Однако, если к этому времени вы не накопили ворох серьезных заболеваний и проблем со здоровьем, то знайте, для вас наступает возраст мудрости и счастья. Бесконечно занимавшие вас проблемы, создать семью, вырастить и выучить детей, обеспечить материально себя и детей, занять свое место в социуме, все это безвозвратно уходит в прошлое. После 60 лет человек начинает ценить качество, которым раньше не придавал значения. Ему становятся важны состояния здоровья и тела, умение общаться и понимать других людей, доброта души, появляется потребность быть нужным окружающим людям и всему миру. Меняется также чувство юмора, растет значимость каждого прожитого дня. И если это все происходит с вами, тогда есть все шансы, что вы станете долгожителем. Кстати, на сегодняшний день продолжительность жизни женщин в России выросла до 78,5 лет, а мужчин – до 68,5. Число россиян, которым исполнилось более 100 лет, составляет около 20,5 тысяч, из них более 70% – женщины. Так что и вы живите долго, будьте здоровыми и счастливыми. От чего зависит долголетие человека? Определяющими факторами долголетия человека являются хорошая наследственность, благополучная экологическая среда обитания, высокое качество местной системы здравоохранения и ведение активного образа жизни. Кратко рассмотрим их влияние на долголетие человека. Наследственность Здоровье человека и его долголетие примерно на 20% зависит от генетического наследия. Хорошо, если ваши родители – долгожители. Если нет, тогда обратите внимание на свой образ жизни. Ведя здоровый образ жизни, вы оказываете положительное влияние на свое физическое и эмоциональное состояние, а также на здоровье своих детей и внуков. Что посеете сегодня, получите завтра. Это незыблемый закон природы. Экология От экологической обстановки в среде проживания, состояние здоровья и долголетия человека зависит примерно на 20%. Что может один человек сделать хорошего для окружающей среды? Начните положительные изменения с себя. Как минимум в любой ситуации старайтесь не загрязнять природу своими действиями. Не бросайте фантики на землю, не используйте пластик, экономьте бумагу и воду. Современная система здравоохранения Несмотря на достигнутые успехи современной медицины, здоровье российского человека и продолжительность его жизни пока еще слабо зависят от системы здравоохранения. Минздрав влияет здесь только на 10%. Для этого есть много причин, независящих от простого человека. Доступность медицинского обслуживания для населения, оснащенность местных больниц и поликлиник современным медицинским оборудованием, наличие высокоэффективных лекарств и тому подобное. Образ жизни Здоровье и долголетие человека на 50% зависит от образа жизни, как основного фактора здоровья и долголетия, на который можно реально влиять. Долголетие напрямую связано с тем, как вы мыслите и дышите, питаетесь и двигаетесь, эмоционально разгружаетесь, ведете ли профилактическую очистку своего организма от накопившихся в нем токсинов, ядов и шлаков. Наиболее важными и общепринятыми среди большинства ученых и медиков считаются следующие факторы, активно влияющие на состояние здоровья и долголетия. Дыхание, питание, физическая активность, эмоции. Обозначьте для себя эти факторы, как важнейшие на пути к активному долголетию и самостоятельно начните свое движение к здоровой, счастливой и успешной жизни, являющейся залогом долголетия и умственного развития. А наша помощь вам начнется с изучения правильного дыхания, как одного из важнейших направлений на пути к долголетию.